Инструкции и правила это неотъемлемая часть нашей жизни. У нас есть инструкции абсолютно для всего. Дорожные знаки указывают нам как правильно ездить, пакеты сока, как правильно открывать упаковку и так далее. Возможно героев этой подборки и посещала мысль, но не это же они имели в виду. Но это не спасло ситуацию, поскольку они восприняли все слишком буквально, что вылилось в забавные ситуации. С вами канал ТОП ХАЙП и в этом выпуске мы покажем вам людей, которые следуют правилам в прямом смысле. Погнали! Вот так должен выглядеть настоящий свитер с оленями, чтобы наверняка. Чтобы покормить оленей вам потребуется 25 центов, сказано, сделано. Вот что бывает, когда заказываешь торт и даешь невнятные инструкции в коротком комментарии. Отправили фотографию с ссылкой. Бьюсь об заклад, что заказывая в ресторане пол чашки кофе, клиент не был готов к такому повороту событий. Хэви метал. И этим все сказано. Когда вы вернулись из экскурсионной поездки в город Сергия в посаду, и учительница задает задание нарисовать свои впечатления, а ты воспринимаешь все буквально. И вот, собственно, результат. Специальный столб. Даже подписали. Один только недочет. По всей видимости, сделали ошибку в слове «кобель». Тогда бы никому не пришла в голову чудная идея о том, что существуют специальные столбы, чтобы к ним привязывали кобелей. И ведь не поспоришь, номера-то есть. Эту девушку попросили принести свои фотографии на диске. Интересно, не показалось ли ей это... Странным. Судя по формату фотографии, это на паспорт. Неужели эта девушка и вправду подумала, что это нормально – вклеивать в паспорт кусок диска с изображением? Сразу видно, растет очень прямолинейный человек. Зона для курения. Когда-то ни разу ничего не готовил и остался на пару дней дома один, а мама оставила инструкцию «поставь макароны на плиту». Вы уверены в разумности этой инструкции? Точно надо мыть руки именно так. Отец одного мальчика заказал для сына в честь его дня рождения праздничный торт в одной китайской кондитерской. В последний момент он отправил изготовителям смс-сообщение с текстом, который они должны были написать на торте. Поздравляю с девятилетием. Текст в смс не дошел, и кондитеры получили лишь неразборчивые символы, что нисколько их не смутило. И они как могли, с максимальной точностью воспроизвели все эти символы с помощью шоколада и карамели, оставив короткую приписку, что это то самое сообщение, что пришло на их телефон. Ну что сказать, безотказный человек. Но судя по тому, что он все-таки не доел эту бумажку, есть надежда, что он все-таки заподозрил что-то неладное. Однозначно, это победитель в номинации «Гравировщик года». Этот прагматичный мальчик выбирал подарок на день рождения с холодным расчетом и попросил наличных в твердой валюте. Родители его, безусловно, услышали, но поняли по-своему. Я не уверен на 100%, но кажется, что кто-то все-таки не понял их указания. Один мужчина попросил свою двухлетнюю дочь оставить обувь около входной двери. Что называется, это непросто, но я постараюсь соблюдать ваши правила. Оригинальный детский взгляд на вещи. Самый буквальный из всех возможных вариантов ответа. Когда любишь делать все правильно, вот только есть ли особый смысл в том, чтобы острый нож заменять на менее острые ножницы? Женщина попросила сына второклассника поставить эти бутылки в ванную комнату. Он поставил. Какие могут быть претензии? Кажется, этот парень понял, что к чему. Парковка для велосипедов запрещена, но ведь про моноциклы здесь ничего не сказано. Повесь это на улице, пожалуйста, мама. Какой запрос, такой результат. Мужские шапки. А с другой стороны, глядя порой на современную моду, мы можем ожидать всякого. Жена сказала мужу взять селфи-палку и сделать несколько фото в течение дня, пока он будет заниматься обычными делами. Передали фото для торта на флешке, и вот результат. Так говорится, на всякий случай, ведь от бюрократов можно ожидать чего угодно. Когда и так все понятно, но лучше проясните еще раз, а то мало ли что. Вот всегда найдется человек, который считает своим долгом сообщить всем что-нибудь такое, что и так уже всем очевидно. Спасибо, Кэп. Честно говоря, я даже не представлял, что у Капитана Очевидности так много последователей, которых можно встретить повсюду. Они пишут объявления, составляют тексты, выписок, в общем, делают все возможное, чтобы сообщить всем и каждому самое интересное и необходимое, и в то же время очевидное. Оказывается, вот как надо было. А я и не знал. А были еще какие-то варианты. На всякий случай, для тех, кто пропустил смену времени года. Если ваша собака сделала свои дела, пожалуйста, воспользуйтесь урной. Бедный песик, как вообще могла прийти в голову идея, чтобы выбрасывать именно собаку? Задание звучит так. Назовите эти геометрические фигуры. Да без проблем. Теперь это Гарри, Боб, Сэм, Тедисон и Кейт. Вот так проявляется мышление творческого человека. Открыть с другой стороны. И ведь не лень же этому человеку было так заморачиваться, но он все-таки справился. Красавчик. Держите свои гаджеты под наблюдением. Ну, здесь игра слов. Слово «watch» означает «в зависимости от контекста либо наблюдения, либо часы», так что формально этот парень сделал все согласно указаниям на табличке. В учебнике по ботанике в одном из заданий попросили нарисовать, как выглядит растительная клетка и указать самые важные ее части. Ну вот, это стальные прутья, а здесь, по идее, должно быть окно. Кажется, кто-то фанат полицейских сериалов. Дети еще не знакомы с такими понятиями, как метафоры и намеки. И смысл некоторых слов для них другой, нежели для взрослых. Вот здесь тренер попросил малыша все время держать глаза на вечер. И вот что из этого вышло. Мышление детей работает по-другому. Из-за того, что они могут вытворять вещи, которые считают нормальными, однако взрослым приходится лишь удивляться некоторым решением своих чат. Этому ребенку дали слишком много винограда, но сказали, что ему нужно съесть половину. Он так и сделал. Это не совсем то, что хотели родители, когда сказали ребенку поискать на ютубе способы дрессировки собаки. Видимо, чтобы не объяснять щенку все тонкости, он решил показать видеоролики собаки. Ведь щенок сам может все изучить. Надо отдать должное этому четвероногому малышу. Он явно старается вникнуть в суть происходящего. Детей попросили принести рыбку в школу. Но ведь не уточнили, какую. Было бы забавно, если бы парниша и вовсе принес какой-нибудь жареный рыбный стейк. А этого ребенка попросили покормить кота. Апельсин тоже еда. Малышу сказали, что на улицу выходить нельзя. И вот как он поступил. Возможно, это будущий юрист. Его мама не то имела в виду, когда сказала, что ему можно поиграть на улице. Родители пошли с сыном в музей современного искусства и сказали ему, что над каждым произведением искусства нужно очень хорошо подумать, чтобы понять, что оно означает. Похоже, растет юный искусствовед. Отец решил починить компьютер, и сын попросил, зачем ему это надо. Ему объяснили, что нужно ускорить работу компьютера. И сын решил проблему с помощью Соника, скоростного ежика, как мы все знаем. В японском ресторане ребенка попросили использовать палочки. И вот как он их использовал, чтобы поесть суп. Мама сказала дочке, что ей запрещено снимать одежду с вешалки и примерять, поэтому она нашла другое решение. Попросили детей не съедать всю клубнику. По крайней мере, они услышали родителей. А этому ребенку пяти лет сказали, что он может посмотреть телевизор, если съест хотя бы половину своего хот-дуга. Трехлетнего ребенка попросили убрать свои игрушки. Вот куда она поставила свою игрушечную гитару. Вроде бы все верно. Родители сказали ребенку, что не хотят видеть автомобильный холодильник в комнате. Они даже не расстроились, когда увидели такую картину. Когда подросток первый раз использует дезодоранты, все делает по инструкции, где сказано распылять на расстоянии 15 сантиметров. Папа сказал сыну, что если тот сможет надуть батут, то ему разрешат на нем попрыгать. Возможно, не стоило говорить ребенку, что произведение искусства можно сделать из всего чего угодно. Трехлетнему малышу сказали, что после использования туалетную бумагу нужно бросить в унитаз. Трехлетние девочки сказали, что Новый год – это особенный праздник, на котором говорят тосты. Девочка спросила, почему бы не сделать тосты сейчас. И так появилась новая традиция с тостами на Новый год. Женщина попросила сына налить банку воды в миску для собаки. Миссия выполнена. Вот что бывает, если попросить шестилетнее чудо убрать лишний рулон туалетной бумаги под раковину. Математика, наука точная. Сказано найдите икс, значит надо найти. Вот он, пожалуйста. Также указано стрелочкой для верности. На этом все, я надеюсь, что этот выпуск приподнял вам настроение. А также, если вам было интересно, то ставьте лайк со всей силы, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить самые крутые видео для самых крутых зрителей. Спасибо за просмотр, а также заоценивайте предыдущие выпуски. Спасибо за просмотр, а также заоценивайте предыдущие выпуски.